Звёздный завтрак Говорит, конечно, что со своего огорода... С моего огорода у меня в огороде растёт всё круглый год. Серьёзно, да? Чем подпитываете это фруктики эти, что растёт всё полный год? А с вами присутствием? Сам в своих присутствием прекрасно. Смотрю, керрибираю. Никаких нитратов, да? Я очень люблю заниматься, потому что сам вырос в деревне, поэтому заниматься вот этими овощами, фруктами, это у меня в крови. Володь, по поводу ваших занятий. Семь долгих лет вы уже не выступаете с группой Бутырка. Я не буду спрашивать, почему вы ушли. Спрошу вот что. А почему после Бутырки вы оставили за собой этот брутальный образ? Вы же с юности грезили Битлз, Дипёпл. Я знаю, что вы джаз любите. А почему вот осталось такое? А, такое Владимир Ждамиров. А, потому что нужно это людям. Потому что, как бы, я хочу сказать, как бы, чтобы не быть похожим на кого-то, да, а вот... Чтобы были похожими на вас, да? Чтобы я был индивидуальным человеком, понимаете? Поэтому, наверное, люди и уважают, и любят мои песни, и как меня, как артисты любят, вот, за вот этот голос хрипой. Но ведь в жизни вы так не говорите же. А, ну, когда я начинаю петь, и у меня появляется вот этот овердрайв, называется. Слушайте, а вот этот овердрайв, вот это расщепление, это же тяжело. Так же, так каждый вообще сможет? Нет, нет, не каждый это сможет, потому что это, ну, как бы, не знаю, кому-то, может быть, и легко это получится, вот, исполнять такие песни. Нет, это сложновато. Я вот был на юге, и ко мне подошли ребята, мы просто зашли в ресторан, подходит ко мне один армянин и говорит, Слушай, Володя, это вы, ну, короче, мы с ним там поговорили, пообщались, он говорит, а скажи, пожалуйста, вот ты, там, два часа, я говорю, да не два часа, иногда бывает три концерта в день, я говорю, а вот вы хрипите, это, ну, не тяжело вам это, если вы три, там, часа. Я говорю, ну, нет, для меня это легко, а он говорит, ну, меня тут заваливает баблом петь песни именно с твоим голосом, вот, песни бутылки говорит. А я не могу, две спою, третью уже боюсь петь, потому что голос я сорву, и все, и меня завтра выгонят с работы. А ну-ка, дайте секрет вот ребятам, артистам, певцам, которые слушают, это что надо? Это же вы на связках работаете. Ну, знаете, я, когда начинаю петь громко, вот там, запахло весной, допустим. Само собой, да, появляется? Летает снег, да. Это появляется у меня, как бы, как бы, вот это включается. Слушайте, а знаете, что я заметила? Вот в проекте «Дальний свет», который еще был до бутырки, вы немного завышали тональности свои, у вас был такой высокий голос. Можно сказать, что проект, ну, назовем его так, проект Владимир Ждамиров, это такой микс бутырки и дальнего света? Вы знаете, на самом деле, правильно, я не заметила, я потом немножечко, я ошибку совершил, что сразу стал петь высоким голосом, вот, и потом пришлось пересмотреть. Ведь уже, когда писали проект «Бутырка», я уже пересмотрел, думаю, слушай, это что-то неинтересно. Нужно сделать, чтобы это было, совпадало, совпадало именно со стилистикой, со стихами, с песнями, с музыкой, вот, все это должно совпадать. Поэтому появился такой голос, уже невысокий, хотя я могу петь высоко, и я еще вдобавок не буду хвалиться, а то как бы я сейчас сижу себя нахваливаю. Нет, 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 давайте, давайте. Я просто говорю, что я благодарю Господа Бога за то, что Он мне дал вот эту универсальность, я могу не только хрипым голосом петь, то есть я могу не включая. А мы об этом сегодня поговорим. Мы сегодня ваш другой голос обязательно послушаем, давайте, чтобы еще лучше вас узнать, запомним нашу анкету. Главный герой на радио Шансон. Владимир Николаевич, отвечайте вот как на духу, по правде. Ваш родной город? Мой родной город это Воронеж. А какой у вас цвет глаз? У меня, они бывают разные. Да, на самом деле, бывают. Вы же все время о очках просто, поэтому спрашиваете. Да, ну, вот сейчас, как цвет глаз? Больше голубому. Голубой цвет это... Не мой цвет. Не мой цвет, у меня черные, черные тона. Какая цифра у вас в душе, ваш внутренний возраст? Вы знаете, почему-то большую часть цифра 13 почему-то присутствует в моей жизни. Где-то в самолете сажусь 13 место, значит, где-то примерно в гостинице, в отеле 113 обязательно присутствует или 13. Ведь для кого-то не счастливое, для вас счастливое. Я не знаю, но вот почему-то часто. Вы считаете... Цифра 6 совпадает, потому что я 6 августа рожден, и я часто цифру 6 вижу. 6, 13, ничего себе. Вы считаете себя заложником своего образа? Я не считаю, я человек... Я живу вот как есть, и как бы... Я, честно говоря, не создавал этот имидж. Мне всегда нравилось одеваться вот так, как я одеваю. Кстати, сколько лет вашим усам? Моим усам? Вы знаете, усы я ношу с армии. С армии. Вы знаете, там был такой прикольный момент. В армии, вот кто служил, да? Это же было круто, по-моему, да? Да, это было... Это было брутально. Это круто, если у тебя усики были. И вот, я как раз... А я не знаю, я почему-то такой моложа вышел в армию, и я еще не брился. Представляете? Я мечтал усики носить, да? И получилось так, что я подкрашивал их ломастером, да, чтобы они появились у меня, вот этот свой маленький волосинки. Я вот так подкрашивал, но, конечно же, фотографии отправлял уже так вот. Вы часто используете крепкие словечки в речи? Часто? Часто, потому что я же не женщина, а мужчина. Вы колыбельные внучки пели в детстве? Пел, конечно. Вам достаточно вашей популярности или хотелось бы больше? Вы знаете, нет, я вот, честно говоря, я человек скромный. Я понимаю, что я нужен людям, вот я понимаю вот эту популярность вот так. Я нужен людям, я принадлежу людям. Я, честное слово, самому себе-то не принадлежу. Вот такой вот у нас народный артист сегодня в гостях. Владимир Ждамиров. Вайбер Вотсап работает, ваши ответы ждем. Сегодня в «Звездном завтраке» у нас Владимир Ждамиров. Мы пока тут фотографируемся, песни распеваем. Володь, расскажите, пожалуйста, у вас же очень талантливый род. Практически все из вашего рода люди одаренные, да? Это на самом деле так. Вы знаете, я рад и счастлив, что я... Ой, не слышу себя. Ну, тогда снимайте эти наушники, да, давайте. Я рад и счастлив, что я родился вот в своей семье, где... Вот все мои дядьки, они все великолепные художники. Многих уже нет, многие не вернулись с фронта. Я уже... Я постоянно говорю, что бабушка родила 19 детей. Ну, 20-й, ну, как бы не родился. Это же какие у вас семейные застолья большие, да? Да. Мы когда собираемся... Я на концерт, когда вот в Воронеже провожу концерт, так там больше половины сидят моих родственников. Ничего себе. Я уже говорю, слышишь, мы план не поднимем. А знаете, как... Ну, с одни родственники сидят, они шумят. Давай, пой, хорош говорить. Они на меня говорят. Знаете, как говорят, если родился сын, стал отцом. Если родилась дочь, стал папочкой. Вы у нас папочка счастливой в четвертой степени, да? Анна, считаю счастливым человеком. Вообще счастливым человеком считаю себя во всем. Дочки поют, Володь? Все поют. Ну, не знаю, почему-то никто не стал петь. Все поют и танцуют. У меня даже внучка, она делает постановки танцев. Она у меня талантище. Вот. И она такая у меня. Много не говорит. Она такие вопросы точные мне задается. Дед, где был? Я говорю, ну, там, в Питер ездил. А, прикольно. И попробуй соврать, да, ребенок? Да, нет, нет. Там не получается соврать, потому что вопрос поставлю четко. Нужно ответить на него четко. А это правда, что ваш голос положительно влияет на детей? Признаюсь честно, да. Очень многие люди, приходя ко мне на концерт, они мне так и говорят. Володя, вот другие песни ставим, вот не слушает. Ставим с твоим голосом песни какие-то, вот там, с бутырки там. И он засыпает и говорит, вот это включи, вот это включи. Ничего себе. Да. Слушайте, у нас, по-моему, звонок на связи, да? Инна из Санкт-Петербурга к нам дозвонила сейчас. Инна, утро доброе, здравствуйте. Санкт-Петербург. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Инна, сколько лет слушаете песни Владимира Ждамирова? С рождения. Серьезно? С детства. Прям с детства? Ничего себе, у вас какое такое хорошее детство было. Ну, тогда раздозвонились, Инна, задавайте свой вопрос. Владимир, вопрос к вам. Вы собираетесь с кем-нибудь дуэт записывать? Да, кстати, слушайте, очень интересно. Что, что я... С кем-нибудь дуэт собираетесь записывать? Да, да, кстати, я сейчас заканчиваю писать свою сольную пластинку с хрипым голосом. Так. А потом у меня будут песни дуэтные, и, кстати, их будет много. Серьезно? Да, я... А ну, расскажите хотя бы примерно с кем. Пока будет секрет. Ну, женские дуэты будут? Да. С кем? Ой, давайте я пока не буду говорить. Я хочу, чтобы это было сюрпризом. А как вы относитесь к начинающим девчонкам, которые только-только в это все погружаются дело? Есть имена, которые вас буквально поразили в ближайшее время? Инна Вальтер. Инна Вальтер, серьезно? Просто вот... Инночка, детка, ты нас слышишь? Инна Вальтер только что к нам дозвонилась. Инна у нас в эфире. Вот если бы наушники надели, Владимир, вы бы Инну услышали. Я надеваю наушники, Инночка. Кстати, Володя, Инна, не собираетесь? Нет в дуэте что-либо создать? Помогите, пожалуйста, чтобы звук пошел. Настройки, пожалуйста, вызвите электрика. Вызвите электрика, да. Такая студия мощная. Инна, Владимир не предлагал мне дуэт. Ну, мы так, у нас были разговоры. Были разговоры. Но пока еще ничего конкретного. Пока у нее времени не хватает, она сейчас в таком движении находится. Я ее понимаю. И я жду. Пока у нее будет небольшой перерывчик, и мы с ней обсудим этот вопрос. Обязательно. Я очень хочу спеть с Инночкой, потому что она великолепная. Она талантовая. И в ее голосе такая вот энергия хорошая. Инна, спасибо тебе огромное за то, что вышла на связь. Володь, во втором классе... Есть еще, ну, не секрет, с Таней Булановой мы хотим записать. Серьезно? Да, да. Слушайте, а в этом дуэте Ждомиров он будет каким? Таким, как запахло весной или немного другим? Вот я подумаю, как лучше сделать. Я, кстати, я сделаю две версии. Так. Одну. А другую. А Татьяне Булановой кто ближе? Или вы об этом еще не говорили? Кто ближе? Нет, Таня говорит, что у меня индивидуальный голос уникальный. Только значит надо вот этой вот изюминкой, наверное, и как-то выделяться. Наверное, да. У нее такое, ну, Таня Буланова, что говорить. Ну, это да. Вся Россия плакала под ее песни, мне кажется. Это звезда. Да, это глыба вот такая. У нас сегодня тоже глыба в эфире. Владимир Ждомиров. 8909-955-1030. Просто скромный человек. Просто скромный человек. Ваши вопросы ждем. Звездный завтрак. О том, что было, о том, что будет и о том, что есть. Сегодня в эфире говорим с Владимиром Ждомировым. Володь, много вопросов приходит по поводу концертов. Я на сайте раздела афиши не нашла. А где смотреть, когда вы появитесь с концертом? В каком городе? На моей странице. На вашей странице? Да, на моей странице всегда выложен... Инстаграм сейчас речь идет. Инстаграм, да. Вот. И я всегда выкладываю, где проводятся концерты. А вот давно хотел спросить. Вы лично инстаграм ведете или это за вас кто-то... Я лично веду. Да ладно, серьезно? Да, я лично веду. Но если бывают такие моменты, что я очень занят и нужно ответить. У меня есть молодые ребята, которые сотрудничают с... По поводу молодых ребят. Надевайте наушники, потому что кое-что к вам есть интересное. Я вам по секрету расскажу, что в этом году аудитория радиошансон очень сильно омолодилась. И ваш голос действительно любят. Но наряду с этим у деток есть к вам небольшие вопросы. Прямо сейчас с нами на связи девочка Алина. Ей всего 5 лет, да. И у Алины есть к дяде Вове вопросы. Слушаем Алину. Дядя Вова, на кого из мультиков вы похожи? На кого из мультиков вы похожи, дядя Вова? Ой, моя хорошая, здравствуй. Я не ожидал. Какой прекрасный голос. Это самый лучший голос. На кого я похож вообще из мультфильмов? Да. Наверное, на Волка, но погоди. О, точно, действительно. Ну, Заяц, погоди. А брюки Клёш тоже были в молодости? Да, ой. А сигаретка? Сигареточка была. Я же курил. Это я как бы буквально в группе Бутырка работая, я как-то решил бросить, потому что немножко тяжеловато стало. Гастроли очень, концертов каждый день. И голос не успевал восстанавливаться, и мне пришлось бросить курить. Я, конечно, с трудом это сделал, но бросил. Слушай, Алину, еще. Почему усы растут вниз, а не вверх? А вы ходите в барбершоп? А почему усы растут вниз, а не вверх, и ходите ли вы в барбершоп? Они так выросли, потому что они тяжелые, а они вниз расстались. А за усами сами ухаживаете? Сами. Или к специалистам обращаетесь? Ой, я бы, честное слово, да, нормально, да, внешний вид, все. Но, вы знаете, за ними нелегко ухаживать. Они растут, они начинают лохматиться, их нужно постоянно подрезать. А это каждый день надо делать, каждое утро? Нет, не каждое утро, но где-то в дня, в три примерно дня. А не было идеи никогда сбрить, Володь? Или это уже будет не тот же домер? Не знаю, вот у меня почему-то всегда с детства нравилось мужчина с усами. Все. И поэтому я вот такой хожу с усами. Мне нравится. Давайте еще послушаем Алину. Владимир Николаевич, какие мужчины нравятся тетям? Да, Владимир Николаевич, как считаете, какие мужчины тетям нравятся? Наверное, такие, как я. С таким голосом. Действительно скромный человек. Ну, Алиночка, ну я не знаю, кому как, у разных девушек и женщин вкусы совершенно разные. Кому-то нравятся белые волосы, кому-то черные, кому-то нравятся рыжие. Ну, вот здесь остановок нет. А давайте по-другому повернем этот вопрос. А какие женщины нравятся Владимиру Николаевичу? Вы знаете, мне нравятся все женщины на свете. Молодец какой. Есть еще один вопрос к вам. Кто круче? Александр Дюмин, принцесса Лебединский, Владимир Даймеров? Опа, тут такой вопрос. Ой, моя хорошая, а почему я здесь присутствую? Я хочу сказать, Александр Дюмин, это мой друг Саша, он индивидуален. Саша ни на кого не похож, он просто, он замечательный исполнитель, прекрасный артист, харизматичный. У него такая харизма мощная, что он выходит и все, и все понятно, и люди начинают аплодироваться. Профессор Лебединский, мне самому нравится, я его песни слушаю. Потому что у нас голоса похожие. Вот оно как, да? Я убью тебя, лазочник! Слушайте, а мне кажется, лукавите немного, вы же говорили, что совсем другую музыку вы слушаете. Нет, ну здесь... Вам нравится творчество песняров, Синие птицы, вам нравится джаз, вам нравится рок, а тут профессор Лебединский. Согласен. Нет, я хочу сказать, вот Гарик Сухачев, я просто, это талантище, это просто уникальный человек, вот, я просто обожаю его творчество. Вот, и всегда наблюдаю за его выступлениями, это человек, это легенда, на самом деле, да. Так же, как и профессор Лебединский, он прекрасно делает это все. Ну, мне нравится вот это, мне вот это нравится. Мы сегодня вас раскрываем немного с другой стороны, мы очень скоро послушаем вашу песню «Дождь пройдет», где звучит совсем другим голосом Владимир Ждамиров. А давайте пока из того, что нравится вам, из «Синей птицы» что-нибудь споем про клюон. Ой, я обожаю «Синей птицы». Знаете, мне надо спеть. Да, давайте попробуем, да. Я пою. Такого же Домирова вы еще точно не слышали. Можно нажимать рек на микрофоне и записывать. Там, где клён шумит, над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустил тот клён, в поле бродит мгла. Про любовь. Про любовь. А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Слушайте, как красиво. Мы действительно таким, Владимир Ждамиров, вы еще не слышали наши вам аплодисменты. Но у меня с утра немножко голос посевший, я еще не... Да все у вас хорошо, Володя, все хорошо. Серьезно? Да, да, да. Звездный завтрак. Дождь пройдет завтра, а сегодня здесь, в студии Радио Шансон, Владимир Ждамиров. Дождь пройдет, как красивая песня. И ведущая, и ведущая, посмотрите, ведущая. Спасибо вам, Володя, спасибо. Я сижу мне, честное слово, не скажу. По усам? Дрожь по усам идет. Сегодня не с пустыми руками к нам пришел гость. Где-то там. Крайняя пластинка шансонье. Кстати, если хотите, чтобы она вам досталась, 223-5550, код Москвы-495. Звоните прямо сейчас, мы ее разыграем. А, Володя, кстати, что по альбомам в этом году? Время достаточно много прошло? Аня, сижу плодотворно. Насколько сейчас времени хватает? Концертов много, понимаешь? Вот забивают, ты же сама знаешь, забиваются концерты заранее. Вот, и я нахожу время, нахожу. Иногда в поезде сижу у гитариста Сереги, возьму гитару, сразу накидаю, накидаю, накидаю. Домой приезжаю, включаю клавишу, и уже, уже у меня фантазия пошла. Вот так вот рисую, ну, немножко осталось. Немножечко осталось, и я прямо сейчас, говорю, желанием тоже выкинуть. Обещаете, что в этом году появится альбом? Обязательно. Обещаете, да, смотрите? Да, обязательно, потому что я не могу по-другому поступить, обязательно выйдут песни. Мы пообещали, что мы разыграем этот альбом, и это мы сделаем прямо сейчас. К нам Ольга дозвонилась. Ольга, утро доброе, здравствуйте. Доброе утро, хочу вас поблагодарить, Анечка, за ваш прекрасный позитив, что дарите вас, Владимир, за ваше творчество, и вопрос, а было ли в вашей жизни чудо? Спасибо. Чуды. Мне кажется, Ольга, сегодня вы наше чудо так приятно нам сделали. Чудо? Да. Это мне вопрос, Аня, или тебе? Ну, это нам вопрос. У меня-то два чуда вот недавно случились, они родились, а у вас? Ой, у тебя, я же наблюдаю за тобой. Думаешь, вы за мной только наблюдаете? Нет, я наблюдаю за всеми. В инстаграм. Как дочуньки, как дочуньки. От вопроса-то не уходите, Владимир Николаевич? Нет, я не уйду, я уже помню. Чудо, чудо какое? Чудо, чудо. Было несколько раз чудо. Угу. Несколько раз. Давайте вот последний раз, чудо какое. Ну, интересно. Чудо, значит, было такое, что у меня Карина, прям просто, вот моя внучка, да? Так. Она стала ставить танцы, и так хорошо, я был удивлен, это было для меня вот это чудо. Это вот такой, какой-то вот сразу солнечный луч. Будет профессионально этим заниматься? Вы знаете, она столько все делает профессионально. Девчонки у нее есть, она с ними занимается, показывает, как делать движения. Вот. Вы знаете, я смотрел, как она танцует, ну, прекрасно просто, здорово. Давайте сейчас сделаем чудо для Алексея. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Хотите, чтобы вам досталась пластинка Владимира Ждамирова где-то там? Хочу. Тогда мы ее сейчас разыграем. Слово Кросс на радио Шансон. Володь, вы очень много песен пишете о любви и много музыки о любви. Что такое любовь? Любовь, я думаю, вот, любовь, доброта, теплота, честность, искренность. Вот эти вот качества правят нашей жизнью. А любовь это, любовь это, знаете, чувство такое, мне кажется, это сверхъестественное чувство, про него просто не скажешь. Вот просто любовь это что-то такое прям приятное и хорошее. Нет. Любовь это жизнь. Это жизнь, жить счастливые минуты жизни. Давайте сейчас о любви много слов скажем. Мы с вами поиграем в так называемый рифмоплёт. По очереди вместе с Алексеем вы будете называть рифму к слову любовь. Рифму к слову любовь. Тут на самом деле много. Морковь, кровь. Тут очень много можно придумать. И посмотрим, кто знает больше слов любви. Вы, либо наш слушатель Алексей. Скорее всего, он. Алексей, готовы? Да, готов. Давайте. Ну тогда, раз готовы, вы и начинаете. Слово любовь. Морковь. Морковь есть. Тут подсказали. Ну ничего, хорошо. Вы можете кровь произнести. Я тоже подсказал. Я должен говорить. Да. И вновь. И вновь. Так, Алексей. Ну кровь давайте, раз уже подсказали. Слушайте, вы как хитренький-то. Хорошо, ладно, кровь. Так, Владимир. Любовь. Так, любовь. Подождите, подождите, подождите. Любовь. Сейчас, сейчас, сейчас. Любовь, ужин приготовь. Ну как вариант. Приготовь, вот. А что я играю-то с вами? Я считаю, проиграл. Хорошо, Алексей, давайте от вас. Любовь. Сейчас. Ну? Лешка машину чинит. Ну? Ну? Что у меня не до этого. Любовь много часов. Любовь, я не еду. Вы в пути? Ну дайте хоть одну рифму, я дам вам пластинку. Ну, Леша, я же больше не знаю, что придумать. Уже тесное слово. Алексей, вы женатый человек? Да. Вы женатый. И жену любовь зовут. И жену, вот видите, любовь зовут. Вот это да. А ваша жена вашу маму любит? Да, любовь с ней кровь. Вот, молодец. Видите, как вымучили мы, наконец-таки, эту победу. Я проиграл. Алексей, вам достается пластинка Владимира Ждамирова. Леша, я желаю вам счастья с Любочкой. Спасибо большое. Вот, всего благополучия, мира, тепла, любви, взаимопонимания и всего хорошего, Леша. От души. Звездный завтрак. Сегодня в «Звездном завтраке» Владимир Ждамиров. Мы тут о диетах разговорились. Оказывается, голодом морит себя человек, когда надо похудеть. Да, Валыч? Да, это неизбежно. Потому что, если ты будешь кушать, постоянно организм, он не успевает, он не успевает перерабатывать вот это все. Я на гастролях, на гастролях, получается, ем, ну, в разное время суток. Потому что где-то Дальний Восток, 8 часов разница, надо спать, а я в это время шашлык ем. Ну, что это такое? А вот, когда я домой приезжаю, я кушаю один раз в день. Один раз. Да, хочется кушать. Это у вас завтрак, обед или ужин этот один раз? Вообще нет, один раз завтрак. Завтрак. И он у меня, Аня, знаешь, какой? Вот я быстренько подбежал, раз-раз-раз-раз быстро что-то вот так вот перекусил. Не то, что сел, плотно покушал. Вот так. И я сразу сбросаю вес. Серьезно? Да, это вот... Ну, вы не расположены к полноте, мы об этом только что говорили, поэтому у вас легко все это дело уходит. С детства худеньким был. С детства худеньким. С маму, да. Выступая однажды в цирке, еще во времена бутырки, вам сделали очень интересную сцену, арену залили водой. Вверху сделали настил, ковер, помните, да? Предупредили, что там вода, надо быть осторожным. Но вы благополучно провалились в эту воду. Микрофон спас. Микрофон спас. Что еще интересного случалось с вами на выступлениях? Можете вспомнить? Да, да, на что греха таить? Ремень лопался у меня. Серьезно? Да, на концерте. Это потому что на голод тебя не посадили вовремя? Нет. Или это от напряжения? Это некачественная продукция. Китайский ремень купил, я хотел купить наш, совдеповский, хороший. А на какой песне, не помните, нет, это случилось? Сейчас скажу. По-моему, «За забором весна». «За забором весна». Это было в каком-то городе, и, значит, был, по-моему, зал, и я пою песню, и слышу такой щелчок, бум! Я так не понял. Смотрю, у меня бляшка дыриня упала, это, впереди. Я такой, нифига себе. Но я не растерялся, не знаю, вот, наверное, какая-то наглость на сцене. Я считаю, это наглость, да. Упала бляшка, и ремень так оттопрился. И так, раз в зале тишина такая, а я думаю, что делать? Ну, а по себе думаю, слушай, нужно выдернуть ремень и выкинуть его, и все. Прям публично на глазах у всех. Ничего себе, подумали, брутал нас. Я его с трудом вытянул из Лямокса. Вытянул, и так, публично вот так сжал его, и за шторки закинул его туда. Слушайте, а кто-то продолжение, наверное, ждал еще. Нет, слушай, так дальше вот самое интересное было. Когда я вышел на автограф, а, нет, я быстренько, быстренько после песни забежал в ремерку, встал новый ремень, пэм-пэм, выхожу, все в порядке. Я продолжаю петь. Но самое главное, что я на автограф вышел, а впереди сидели две бальзаковского возраста, две дамы такие красивые, рослые. И они подходят, я расписываю автограф, они, а одна из них говорит, Владимир, а вы делаете это на концертах постоянно. Это так, сексуально. Я говорю, да, вам понравилось? Они говорят, очень. Прекрасно, прекрасно. Валусь, мы об этом никогда не говорили. А с чего начинался проект Бутырка? Вот, ребята, многие не знают. Это какой год вообще? Это 98-е, 99-е годы. В 2000-е мы уже выпустили пластинку. Кому пришла идея вообще создания этой группы? Дорогие мои, вот честно вам скажу, вы послушайте меня внимательно. Значит, многие сейчас слушают, как с той стороны от моих коллег идет постоянная информация, что я это создал, я это сделал. Вот, но, знаете, я вам скажу, открою вот тайну такую. Ну, может быть, можно, я скажу не тайна. Значит, есть такой Калекин Николай. Калекин Коля, который живет сейчас в Мурманске. Вот. Я знаю всех братьев. Я до Бутырки переграл у них на свадьбах. Ну, у каждого брата я играл на свадьбе, потому что они только хотели меня слышать. Угу. Вот. Ребята дальнобойщики, очень хорошие пацаны такие, настоящие. Вот. И Николай, Николай, я играл у него на свадьбе. Значит, приезжает Коля. Ко мне говорят, Вовка, привет. Я говорю, да, Колька, привет. Вот. Он говорит, да я по делу, Вов. Слушай, где там стихи привез? Я знаю, ты же можешь написать. Так. Песни. Я посмотрел, полистал сначала, думаю, ну, это не мое, Коль. Ну, честно говорю, вот, ну, как бы, не хотелось бы заниматься таким творчеством. То есть писать блатняк. Угу. Он говорит, ну, давай попробуем. И я записал сначала одну песню, потом вторую. У кого-то получилось три песни. Угу. Коля взял этот материал и отвез в Москву. Он общался с Михаилом Таничем, царства небесного ему. Угу. Ему предлагал. Да, он вышел на Михаила Танича. Угу. Значит, порешал с ним вопросы. Он сказал, куда обратиться. Угу. Коля повез материал. Вот. И как раз получилось в компанию «Русский шансон». Угу. Вот. И на что они дали добро. Дали добро. Вот. Колька приезжает ко мне и говорит, Володя, ты все закрутилась. Все отлично. Надо радоваться. Ера, Коль, ты думаешь, да. А потом, потом он меня познакомил с Симоновым. Угу. Потом он меня познакомил с Симоновым. Вот, типа, вот этот человек пишет стихи. То есть во главе всего была идея Калекина-Николая. Да, Николая Калекина. Я думаю, дай бог ему здоровья. Вот. Я думаю, я думаю, меня слышит. И это было на самом деле так. Слушайте, ну так или иначе, но для многих, Владимир Ждамиров, эта фраза запахла весной метелем отбой. Кто-то даже и продолжение этой фразы не знает. Ну, это, в принципе, и ладно. Давайте под занавес с вами в одну интересную игру поиграем. Запахло весной. Володь, буду называть вам слова, некий такой ассоциативный ряд. А вы говорите, чем же вам запахло. Точнее, поете, хорошо? Давайте попробуем. А, петь запахло весной? Да не весной, чем-то другим там будет пахнуть. Запахло зимой? Вот как вариант. Итак, первый ассоциативный ряд. Лужа, зонт, туча, вода, Лондон, осадки. О каком слове идет речь? Завтра он пойдет. Так, подождите, подождите. Запахло дождем. А, запахло дождем. Ну, как вариант. Я сразу немножко не убил. Смотрите, вот вы врубились. Мыслю медленно, медленно мыслю. Идем далее. Я просто растерялся. Следующий ассоциативный ряд. Лаваш, ларек, мясо, фастфуд, гриль. Конечно, еда. Так запахло чем? Едой. Я вам больше скажу. Запахло шаурмой. Так хотели от вас... Запахло мясной. Вот. Смотрите, вы уже вникаете в все это дело. Далее идем. Пробки. Приезжие. Красная площадь. Реновация. Нереально красивая плитка на дорогах. 380 рублей за час парковки. Так. Запахло Москвой. Так. Так я уже ответил. Ну да, я так думаю, что запахло Москвой. Так, хорошо, идем далее. Каблуки. Макияж. Ой, все, голова болит. Я ушла на ногти. Диета. Шопинг. Бриллианты. А шубу купишь? Куплю. Запахло деньгами. Как вариант, да. Но запахло женщиной, но в принципе это одно и то же в наше время. Женщиной запахло. Запах женщины. Запах женщины. Да. Идем далее. Матрешка. Медведь. Ушанка. Березонька. Пенсия в 60. Владимир Владимирович. Душа Пушкин. Запахло поэзией. Запахло Россией. Россией. Владимир Николаевич, ну что вы. Я проиграл опять. Нет, ну вот у вас есть возможность немного исправиться. Музыка. Франция. Гитара. Ресторан. Такси. Высоцкий. Калина Красная. Владимир Ждамиров. Запахло творчеством, это точно. Запахло шансоном. Володя. Ну понятно. Потому что мы где находимся? Слушайте, как минимум 6 хитов мы вам только что новых придумали. Запахло шансоном России. Запах женщины. Я уже отпечатал. Запахло Москвой. Володя, мы запомнили, что в 2019 мы ждем от вас новый альбом. Мы прекрасно понимаем, что надо обращаться в Инстаграм, да, чтобы смотреть, где вы выступите? Ближайший город какой? Куда улетите, уедете? Сейчас я еду в Тамбов. Так. В Тамбове у меня выступление. Угу. Вот. И потом я что-то сейчас уже, сейчас не могу сейчас вспомнить, потому что я сейчас сидел и делал что-то. А слушайте, а вот тут люди спрашивают, какие были-то эти три песни Коли Калякин, который написал? Три песни, мы их знаем? Чечёточка. Угу. Чечёточка. Угу. По-моему, Тает снег. Так. Так, так, так. И еще. Так, 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 сейчас, дай бог памяти. Дай бог памяти. Третья песня. А вы знаете, что мы узнаем об этих песнях, у нас на следующей неделе в Стриштайм придет группа Бутырка, другая сторона медалев, здесь в эфире Радио Шансон тоже прозвучит, а сегодня у нас в гостях был Владимир Ждамиров. Володь, спасибо огромное за то, что заглянули к нам в гости, успехов творческих, внучки, здоровья крепкого, ну и, конечно же, ждем новые хиты с удовольствием в эфире Радио Шансон. Спасибо, я желаю вам процветания, всего доброго, в личной жизни, счастья, любви, добра. Спасибо. Всего-всего хорошего. Спасибо. Звездный завтрак